В сопредельной Курганской области тамошние полицейские при силовой поддержке тамошнего СОБРа в рамках спецоперации вычислили и зашнуровали убийцу 44-летнего Алексея Воронихина, застреленного в Екатеринбурге в ВИСОК в микроавтобусе Форд Транзит 24 декабря прошлого года. Об этом задержании сообщает портал Е1 со ссылкой на свой собственный источник в Курганском правоохранении. По данным этого источника, СОБРовцы крепанули стрелка утром, тепленьким, потому он сопротивление оказать не смог. Вину свою киллер не отрицает. Проводятся экспертизы и прочие следственные действия. Осталось дождаться официального подтверждения этой информации от силовиков. Напомню, что Алексей Воронихин был индивидуальным предпринимателем на Ниве пассажироперевозок и на своем микроавтобусе Форд Транзит возил рабочих из Березовского в Екатеринбург и обратно. 25 декабря прошлого коронакресинного года в восьмом часу вечера он сидел в транзите под стенами дома на проспекте Космонавтов 46. Рабочие уже высадились и ушли. Свидетелей не было. Киллер подошел снаружи к водительской двери микроавтобуса и предположительно из пистолета Макарова выстрелил Алексею в висок. Пуля прошла на вылет. Пилот Форда погиб не сразу. Его на карете доставили в нейрохирургию 23-й лечебницы, но врачи оказались бессильны перед сквозным ранением мозга. И двое детей Алексея Воронихина осиротели. Их мама умерла от тяжелой болезни за год до того. Теперь киллер убил и папку. Дети остались с бабушкой. По данным источника Е1, стрелок был родом не из Екатеринбурга и сразу же покинул пределы опорного края державы. Ну то есть по горячим следам его изловить не удалось. Но зато удалось по уже слегка остывшим в сопредельной Курганской области. О мотивах расстрела в голову пока не сообщается.